Призрак Курска или паранойя? Что за подлодка терпит бедствие у берегов Швеции? И терпит ли, и если это так, то кому она принадлежит? Все версии у Кирилла Евсеева. Патрульные суда, вертолеты, всего 200 человек. Ищут то, о чем шведские военные до сих пор говорят скользь и туманно. Это может быть субмарина или маленькая подлодка, или водолазы, использующие подводные скутеры. Район поисков смещен на юг. Информацию шведских СМИ, что тонет российская подлодка, Москва отрицает и посоветовала не тратить деньги налогоплательщиков на поиски. Уверяют, мимо проплывала субмарина Нидерландов, Брейнвес. Но в Амстердаме заявили, это был вовсе не летучий голландец. Их флот действительно находился в Балтийском море на учениях НАТО, но уже на пути домой. Так что же судно? Пока официальных данных нет. Но российские блогеры уверены, Москва лукавит. Возле Швеции тонет атомный подводный крейсер Дмитрий Донской. На борту 20 ядерных ракет. Это закрытые данные из штаба Северного флота России, пишет Павел Шехман. Его не раз задерживали российские спецслужбы за подобные публикации. К месту аварии отправился корабль глубоководной разведки России. Еще одно подтверждение. Уже 4 дня в этом районе почему-то находится танкер Совкомфлота. Вся эта история невольно напоминает ситуацию с подлодкой Курск, когда российские чиновники слишком поздно сообщили о катастрофе. А потом Владимир Путин на вопрос, что случилось с подводной лодкой, ответил коротко и ясно. Она утонула. Что происходит сейчас в шведских водах? Что ищут? И чье судно неизвестно до сих пор. Кирилл Ивсиев, Павел Исенко, Центральное европейское бюро, телеканал Интер.